Я хочу, чтобы мой ребенок Что же ты врешь, Суслик? Послушаем, что говорят по этому поводу ученые-историки. Советский и Российский Кавказовет, кандидат исторических наук Наталья Георгиевна Волкова отмечает. Что на протяжении XIX века территория современного Лачинского района была заселена курдскими переселенцами из Персии. А Ямсков отмечает, что азербайджанцы и курды Лачинского района являются потомками осевших там кочевников. По всесоюзной переписи 1979 года в городе Лачин проживало 6073 человека, из которых 6019 были азербайджанцами, 19 – армянами, 1 – лесгином, 2. Грузинами, 4 – курдами, 10 – русскими и украинцами. Во время Карабахской войны все азербайджанское и курдское население стало беженцами. Сам город Лачин был сожжен армянами после захвата в 1992 году. А потом они частично отстроили и заселили город армянами для изменения демографической ситуации в этом регионе. Пришли армяне и построили себе дома. Видели здесь, что было? Руины. Армяне, создающие народ. Слушай, представитель созидательного народа, посмотри внимательно, а кто же тогда так разрушил эти города и села? Слушай, представитель созидательного народа, посмотри внимательно, а кто же тогда так разрушил эти города и села? Слушай, представитель созидательного народа, посмотри внимательно, а кто же тогда так разрушил эти города и села? Вы созданы только для интриг, лжи, разрушения и как груши для битья. Больше вы ни на что не способны. А сегодня пришло время упаковать чемоданы и убраться из лачина. В противном случае вас ждет очередное нытье и крокодиловые слезы для обмана мирового сообщества. Но запомните, мир уже больше вам не доверяет. Не зря же говорят, что срок проституции и лжи всего 40 дней. Шевелитесь.